В редакции Вечернего Магадана Хотя бы косметического ремонта в кабинетах Искреннее и нетривиальное интервью записали в течение часа Но предварительно поменялись местами Чтобы перевести разговор в житейское русло Главред освободил кресло начальника У меня нет такого Надо, я и лопаты снег чищу Я вот себе полы себе мыла Я и пишу на уровне других Хотя главные редакторы этого не делают То есть я не директор Я здесь в первую очередь друг Здесь мы больше времени проводим То есть не жили дома И выстраивают такие же отношения Все выстраивается на ласке, на дружбе И на уважении Если нет уважения, ничего не получится И еще нужна моя цель, моя задача Заинтересовать свой коллектив Пока у них есть интерес, они будут работать Если я буду скучной То люди разбегутся И правда это С ними нужно переговорить Что не раз слышала, что они ходят с радостью Не хотят порой ходить в 5-15 Их не выгнать Меня не выгнать, тех не выгнать Это правда То есть мы работаем выходным Мы спим по 5 часов в сутки У нас нет праздников, у нас нет выходных И мы ноем каждое утро в курилке Но в это время мы радуемся, что у нас такая жизнь В нашей жизни завидуют на самом деле очень многие Но не каждый ее может вывести Кому было тяжело То взял трудовые книжки и ушел То есть я тоже в этом плане критична Но я очень люблю своих людей И ценю на это правда Самый страшный был первый период, когда меня назначили Почему я каждый раз «я-я» Все случалось внезапно Мне было страшно Мне было страшно на первые полгода И я как тот котенок металась Я не понимала, что происходит И я понимала, что... Я не понимаю, что происходит Но мне надо это все удержать И так далее И я очень много читала в соцсети высказания И я очень читала много мнений Почему меня посадили в это кресло непосредственно Не знаю, стоит цитировать, не стоит Смеялась очень долго В этот момент меня Ну, либо пиарист за счет папы Либо у меня где-то среди чиновников есть покровитель Ребята, врача-читателя, у меня нет покровителя Я не пиарист за счет папы Папа отдельно, я реализую проекты Работа отдельно, да, как говорится Личная жизнь, она отдельно А вообще, вот говоря о вашем папе С такой фамилией сложно? Сложно Сложно Каждый человек, вот с кем я знакома Наверное, 98% моих новых знакомых Рассматривают меня в контексте с моим отцом Мы разные люди Мы жили, он жил, естественно, я живу в разной эпохе И не нужно Действительно меня рассматривать в контексте с ним Потому что мне до папы не дожить По его таланту и так далее И от меня какие-то мне поначалу, когда пришла в журналистику Какие-то требования стали Что я должна именно писать так же о людях, о Чикотке Как я могу писать о Чикотке, если я не раз там не была То есть у меня очень много было таких требований, критерий Конечно, фамилию я замужем, фамилию менять не стала Потому что всегда говорила Папа у меня один, мужей у меня может быть очень много на самом деле Как у всех Вот В память о папе я сохранила свою фамилию И своего сына я называла Альбертом Вот это тоже Для меня была такая галочка Вот если О журналистике Эпохи разные, когда работал ваш папа Сейчас, когда работаем мы Что-то почерпнуть из того времени можно Или совсем настолько все поменялось, что совсем по-другому Жалко, что у нас здесь нет учителей Жалко, что рядом со мной нет тех людей, кто меня будет учить Я нуждаюсь в постоянной учебе Несмотря на то, что у меня три высших образования Я работала под началом Станислава Павловича Рожова, заслуженного журналиста Это великого журналиста, на мой взгляд Мне по сей день не хватает вот этого учителя Гуру, который будет меня направлять Сказать, что я самая умная И все понимаю в журналистике Ни черта подобного я не понимаю И вряд ли пойму А в масштабах страны Кто мог бы стать для вас этим гуру? В России есть такой журналист? Я работаю Я очень редко смотрю телевизор Я сплю по три часа, четыре сутки Это правда, я не бру Я пытаюсь как-то в интернете просмотреть и так далее Я физически не смотрю Я не смотрю фильмы, я не хожу в театры Я не хожу в музей только, если только по работе Потому что у меня нет свободного времени И у меня не может быть свободного времени А хотелось бы иметь больше свободного времени? А вы знаете, я отвыкла отдыхать Я ездила в Таиланд на 10 дней В октябре месяце того года Я ездила с ноутбуком И я под пальмой сидела, писала Меня очень сильно ругался мой муж Я писала в самолете Я писала в кафе Я писала 10 дней И я не поняла, что я отдыхала И я выдавала с Таиланда газету здесь Вечерний Магадан То есть все Я проводила интервью И так далее То есть это трудоголик, фанатик Это, наверное, уже болезнь Отдыхать я не умею Сказать, что дайте мне выходной Дайте я уйду на больничный, мне это тоже не нужно Я готова умереть прямо здесь, прямо в кресле То есть я настолько предана работе Это приносит свои плоды, на мой взгляд За прошлый год все-таки газета изменилась Изменилась в лучшую сторону На мой взгляд, она стала более читабельной Извините за организм Она обрела цвет Она осваивает интернет все активнее На ваш взгляд, из этих достижений Какое самое важное за прошлый год? Нам есть чем гордиться Ну как, еще раз объясню Что в первую очередь А, я горжусь своим коллективом Новыми людьми И как бы Люди, это и есть твое достижение Что ты привлек этих людей Ты украл их с других предприятий И они у тебя работают Вот он кайф Что ты смог это сделать Это люди, кому можно звонить 4 часа утра И говорить Лена, я соскучилась А у меня тут есть идея Я знаю, что этот человек возьмет труппу И так весь мой коллектив Вот она, вот она сила Вот она притяжение Да, взаимоуважение Мы меняем рубрики Я такой человек, когда мне всегда мало Мне все, еще раз повторюсь У меня все плохо Я открываю газету Следующий номер должен быть еще лучше Еще Я мучаю этим людей своих И мы каждый раз Я требую от них рубрики Я не разрешаем останавливаться Я не позволяю себе останавливаться То есть я, в первую очередь, все требовательно За последние полгода у нас появилось Около 8 новых рубрик И я учусь Основные 3 дела постоянными Может рухнуть все Рухнуть документы Но эти рубрики должны быть заполнены и выйти А что за вот эти 3 рубрики? О чем? В первую очередь Ничего нового не придумал Но я считаю, что это моя идея Муниципалитет отвечает То есть, как говорится Какая-то острая тема Да, им непосредственно вопрос-ответ Ну, то есть, подобное уже было Но в нашей газете Оно как-то такого не было Вторая рубрика Как провести выходные То есть, мне кажется Это она читаемая Она легкая То есть, наши люди Можете вы в Неве часто Рассказывают о том Как они проводят выходные Что лежать на диване Это, конечно, очень хорошо и прекрасно Но у нас есть куча мест, куда сходить Природа, лес Там, я не знаю, друзья Что угодно То есть, вы ведете рубрику о том На что у вас у самой времени В общем-то, никогда нет Да Но это не я веду Это я людей привлекаю Очень хороших людей И они рассказывают А я читаю и завидую На самом деле, что нет На это все есть время Ваша газета Ну, так, значительно Охватывает аудиторию интернета Вот в связи с этим Не боитесь себя В печатном виде потерять И вообще полностью в интернет перейти И, может, смысл есть в этом Никогда региональные СМИ Печатные не были В таком глубоком кризисе Нежели сейчас Это правда Опять же Интернет-аудитория Довольно быстро растет И, соответственно, наша аудитория Наши читатели Уходят в соцсети С одной стороны Конечно, мы очень припугались Это тревожно Но всегда нужно помнить Что любой кризис Это начало новых возможностей То есть У печатных СМИ Тоже есть инструменты Вы правильно сказали Те же инструменты Возможность уйти На сайт и в соцсети На сайт нет В интернет и в соцсети Вот Что еще сказать Цифры говорят Что люди читают Но только в каком виде В каком формате То есть Я знаю, что в любом случае Печатное издание Наше вечернее Магадана Будет выходить Но Читаемость у нас, конечно Больше в интернете Вот у меня есть цифры Что тираж нашего печатного Я три года проводила Да, вот аналитику Если брать на февраль Тираж не упал Печатного издания Это уже достижение Да, это уже достижение Говорю, многие мне плевались Говорят, что там малолетка Это сделает Ну сделаю Не потеряла тираж Сама буду выкупать Но не потеряю тираж Да Но фейсбук, например Если брать Январь прошлого года На сегодняшний день У нас Наша аудитория Добавилось 600 человек Ну я считаю, что это круто И это не просто Кого-то мы там покупаем Добавляем негров Да, как обычно это делается Это реальные люди Реальные читатели Эти читатели нас еще и ругают Региональные СМИ Довольно часто обвиняют Сам лично знаю С этим сталкивался В ангажированности Кажется, это не обоснованно Мы нацелены на всех Мы нацелены на людей На наших читателей На наших подписчиков Да, мэрия Это не мэрия Кто угодно Мне в принципе все равно Лишь бы нас читали Если это и есть Мэрия 800 человек Ну, слава богу Меня читает мэрия Тоже плюсик Почему бы нет Они тоже люди К нам не приходят Каждый день чиновники С топорами Не стоят над нами Не убьют по рукам И нет такого Ты пишешь Что? Мне не присылают планы Про что писать То есть я да Я узнаю информационные поводы И мы реагируем Говорить, что у нас постоянно Снимают какие-то материалы Я это тоже читала в соцсетях Какие материалы? Если мы пишем интервью с человеком С бабушкой 90 лет Какого бы черта его сняли? А если бабушка в интервью ругает мэрию? Ну, пускай ругает Хочет, ругает Нет, ну как ругает Маты я не процитирую Ну, хочет, ругает, да Не дали бабушке там именно мэрия Там, не знаю, носки связать Ну, не дала, не дала Я опубликую что-то такое Насколько я знаю За прошлый год У вас ни разу не возникало Подобных ситуаций Чтобы с мэрием вам сказали Этот материал не давать Или этот материал вот под таким соусом Вы в автономном плавании, да В этом плане? Вы знаете, я вам скажу больше Не то, что за последний год Я разговариваю Что-то рассуждали недавно Опять же с мужем И тоже на эту тему Он такой говорит Слушай, ты вот пять лет в газете Официально пять лет А вообще около восьми лет в газете У тебя же не было таких материалов Когда там вот ты рвешься Что-то такое написать А тебя запрещают Запрещают У меня не было такого Я хотела писать Как там, не знаю Про коммунальную службу Я ее писала У меня не было правок Я хотела про эту бабушку написать Я написала Я хотела про там, не знаю С человека из горловки Он у меня осколки лежат сейчас Написать Я написала То есть у меня какой-то это Хочу-пишу, хочу-не пишу Редактор-самодур Получается Получается так Ко мне девочки прибегут Говорят А моя подруга хорошо рисует Почему бы нет Она хорошо рисует Она занимает первые места То есть У нас есть свобода выбора Какого-то На сегодняшний день Есть ли что-то нереализованное Но очень хочется Глупто человек Озвучивает слух Свои планы И я не то, что боюсь Что их сглазит И так далее Я, как сказать Как это назвать Скажите Человек слова Человек действия Я не люблю говорить Я люблю Заранее Вот когда оно случилось Я говорю Ребят, ау Да мы крутые Да мы классные А потому что Вот у меня есть диплом Кстати, второе место Мы его уже сняли, да Я одна с Магаданом Между прочим Магадан представила Нужно говорить Когда ты что-то сделал А заранее сидеть Рассуждать Да мы еще можем Часа три Это самое Потратить на это Ну это глупо Это пусто Это бессмысленно Вот когда я сделаю Я вас приглашу Скажу Ребят А я ведь мир перевернула Мы молодец Мы молодец Мой коллектив молодец И так далее Последний вопрос Мы сегодня уже говорили О вашем интерьере О том, что Хорошо бы ремонт И прочее И прочее Но вот здесь Такая деталь Очень колоритная фотография Красивая Ну и Понятен ее Смысл Да здесь Присутствие В вашем кабинете Газета Вечерний Магадан Вот напротив Прямо вашего рабочего места Вы смотрите На Вечерний Магадан На это фото Какие мысли вас посещают Может быть вдохновение Может быть о том Что лет через 5-10 Хочется уехать Вот прямо вот Глядя на эту фотографию Вы посещаете Какие-то такие Чувства Эмоции А я вам правду скажу Я не настолько Романтичная натура И данная фотография Не является тем Что я как-то вот Сижу о чем-то мечтами Во-первых А мне некогда мечтать Боя у меня там Дурка на обоях Еще от тех редакторов И она их прикрывает Это правда А второй момент Уехать мне отсюда не хочется И когда Я очень жесткий человек Когда люди отсюда уезжают Как бы да Особенно в осознанном возрасте На мой взгляд Это предатели Это просто ужасные предатели Я не знаю Как можно предать В свой край Север Это правда Я верю Это так же говорил мой отец Я никогда не покину север Этого фраза И здесь я его полностью понимаю Мне здесь хорошо Это мой город Это моя стихия Это мой формат И мне плохо Когда я куда Я много где ездила На самом деле Я очень много Я на два дня Уча с Хабаровс съездила Мне там плохо было Там чужие люди Там чужие места Да Там погуляла Да Я там хорошо время провела Но я хочу в Магадан Я хочу к людям Я хочу в эти места Когда у меня бывает Порой депрессии Мне хочется подумать Я знаю куда я еду Я еду за город Я еду сама собой ночью катаюсь Это И я настолько наслаждаюсь Что я живу именно в этом крае Мне хорошо здесь Если честно На Чикотку может перебралась бы Вот это правда Это моя мечта с детства И как бы возможно Кстати один из проектов Что он сейчас реализуется Не навсегда Но возможно получится съездить В места где был мой отец И написать о них Ну конечно написать Уважаемые телезрители Это была Наталья Мефтохуддинова Главный редактор газеты Вечерний Магадан Спасибо, что оставались с нами До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова